Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава, наконец-то, после всех пророчеств о разрушении, после всех описаний величия и богатства Тира, дает развернутую причину. «Было мне слово Господне. Сын человеческий, передай правителю Тира, что говорит владыка Господь. Высоко вознеслось твое сердце, и ты говорил, «Я Бог среди Марии на престоле Божьем восседаю, но ты человек, а не Бог, хоть и возомнил себя Богом. Ты мудрее Даниила, ничего от тебя не сокрыто». Неожиданно упомянут Даниил, значит, Иезекииль, он уже известен, но Иезекииль ничего о нем не рассказывает. Немножко странно, потому что, вообще-то, Даниил, судя по книге пророка Даниила, он несколько позднее действовал. Но, может, другой Даниил. Мы не знаем. «Мудростью своей разумением стяжал ты богатство, скопил золото и серебро в своей казне. Искусным умением и торговлей приумножил ты свое богатство, и сердце твое богатством возгордилось». «Потому так, говорит Владыка Господь, за то, что ты возомнил себя Богом. Я наведу на тебя иноземцев, самые жестокие из народов. Обнажат они мечи на твою изящную мудрость, помрачат твое великолепие. Не изведут они тебя в могилу, сгинешь среди морей лютой смертью. Скажешь ли тогда своему убийце, «Я Бог». Для того, кто тебя сразит, ты человек, а не Бог. Смертью необрезанных умрешь от руки чужеземца, так я сказал. Пророчество Владыки Господа». Понятно, что общество, в котором есть богатство, процветание, стабильность, политическое, экономическое, культурное превосходство над окрестными народами, оно склонно себя превозносить. Вот это здесь и переводится на язык пророчества, как «Я Бог». При этом они необрезанные. То, что служит обычным эпитетом, филистимлин, например, то есть народов, которые не относятся к израильтянам, вообще на Ближнем Востоке очень много кто и тогда совершал обрезание, но вот, наверное, финикийцы не совершали. А может быть и совершали, но все равно как необрезанные, они погибнут. «Было мне слово Господне, сын человеческий, подними плач от царь Итира и передай ему, что говорит Владыка Господь. Ты был образцом совершенства, исполненной мудрости, безупречно прекрасной. Ты был в Эдеме, Божьем саду, и во всякие драгоценности наряжался. Рубины, топазы, изумруды, хризолиты, ониксы, яшма, сапфиры, бирюзу и берил, это все драгоценные камни, в искусно выделанной золотой оправе и украшали тебя, приготовленные в день сотворения твоего». То есть эти камни приготовлены в день его сотворения, уже как бы для него заранее, то, что ему предназначено. Но обратим внимание, он сотворен, и это было приготовлено. Не он себе это все приобрел, сделал, а ему это было дано. Но вот говоря «я Бог», Тир тем самым себя делает творцом себя самого. То, что всегда вот такие успешные общества, государства стараются сказать. Мы сами добились всего. «Ты был помазан в Херуима хранителе, вот кем я назначил тебя». Очень интересно. А греческий перевод «вместе с Херуимом, помазанным в хранителе, отдал себе место». Херуим — это некий служебный ангел. Причем сегодня их воображают обычно такими голыми младенцами с крылышками. А ничего подобного на Древнем Ближнем Востоке они были какими-то вот, внешне представлялись какими-то могучими зверями. Но с крыльями, да. И вот Херуим-хранитель, то есть тот, кто при Божьем престоле, может быть, стоит на крышке Ковчега Завета, были эти самые Херуимы изображены. И вот получается, что он в любом случае наравне с какими-то ангельскими существами. «Ты был на святой Божьей горе и ходил среди огненных камней». Вот тут уж совсем прямо какое-то величие нечеловеческое ему приписано. «Был ты безупречен на путях своих со дня сотворения своего, доколе нечестие в тебе не отыскалось». А вот это странно. Тир был языческим городом, в нем не поклонялись Богу Израиля, Господу. «Был безупречен, пока нечестие в тебе не отыскалось». Что же это такое? Давайте начитаем дальше. «И за успешной своей торговлей исполнился ты насилия и согрешил. Тогда не зринул я тебя, нечистого с Божьей горы, не изверг я тебя, херувим-хранитель, прочь от огненных камней. Стало сердце твое надменным из-за твоей красоты, извратилась мудрость твоя из-за великолепия твоего. Так брошу я тебя озим, чтобы цари глазели на тебя». Иезекииль, как и другие пророки, без конца говорит о пороках общества, включая свое собственное иудеев, Израиль, Иерусалим, начиная с социальной несправедливости, с насилия, обмана. Только потом переходит к нечестию. Так вот, Тир, оказывается, даже будучи языческим, был на Святой Божьей горе, пока в нем было милосердие и правосудие. Мне это очень странно читать. Разве не считаемо, что любое язычество плохо? Да. И об этом в Библии очень много сказано. Но получается, что даже язычник может быть с Богом, если он соблюдает нравственный закон. Вот это, на самом деле, для Ветхого Завета, мне кажется, уникальное заявление. Нет, язычество – это плохая вещь, но человеку не обязательно быть совершенным, общество не обязательно во всех отношениях должно быть правильным. Но правосудие и милосердие требуются обязательно от любого общества. Единобожие даже нет. Так вот, «Так брошь, я тебя возим, чтобы цари глядели на тебя. Множеством пороков и обманом в торговле осквернил ты святилища свои». Так, «множеством пороков и обманом в торговле осквернил ты святилища свои, языческие святилища». И здесь о них Иезекииль говорит как о настоящих святилищах. Он не обличает их, он не говорит, «ты поклонялся там множеству богов, это было плохо». Он постоянно обличает за это Израиль, и все пророки единогласны. То же самое. Но получается, что тир языческое государство, языческое общество вполне могло почитать своих богов в своих святилищах, пока они соблюдали некие нормы этики, пока они не занимались насилием, не обманывали в торговле. Он не говорит, «ваши святилища – это очень здорово, это все правильно, продолжаете в том же духе». Он воспринимает это как некую нейтральную данность. Да, вот в тире есть святилища, но обман в торговле их оскверняет. Вот это совершенно поразительное на самом деле утверждение. То есть получается, что можно быть приверженцем не единобожной религии и при этом быть угодным Богу. Но ведь это оборотная сторона того, что Иезекииль, как и другие пророки, говорит об Израиле. Можно ходить в храм, приносить жертву, но не быть угодным Богу, если при этом ты творишь насилие и посещаешь, кстати, языческие святилища тоже. Для Израиля это запрет абсолютный. Но Израиль – народ избранный именно для поклонения Богу. А филистимляне и филинкийцы нет, поэтому они как бы судятся по нравственному закону. «Я высеку из тебя огонь, который тебя исполит, обращу тебя в пепел на земле, наведу всех, кто смотрит на тебя. Кто знал тебя среди народов, ужаснется твоей участь, и страшное тебя ждет, ты сгинешь навеки». Ну вот и ответ на вопрос, спасутся ли там, я не знаю, конфуцианцы, индуисты, синтоисты. Ну, во-первых, мы не знаем, кто спасется, но здесь ясно сказано, что угодными Богу они быть могут. Израиль так считает вполне. «Было мне слово Господне, сын человеческий. Повернись к Сидону». Сидон – это второй крупный финикийский город, который был рядом. Тир и Сидон до сих пор на карте Ливана вы их легко найдете. Цур и Сайда на арабском языке. «Повернись к Сидону и пророчествуй на него и передай, что говорит владыка Господь. Я против тебя, Сидон. Я прославлюсь среди тебя, и тогда будут знать, что я Господь, когда произведу над тобой суд, явлю святость свою». Ну, вот здесь уже примерно тот язык, что и против Иерусалима. «Пошлю мор и кровопролитие на его улице. Будут среди него падать убитые мечом, что будет разить его отовсюду, и тогда будут знать, что я Господь». Вот после такого снисходительного к язычеству абзаца «будете знать, что я Господь, будете знать, что я Господь». То есть эти бедствия, они одновременно прекращают и язычество в этом народе. Обратим внимание, сегодня на Ближнем Востоке есть только одна страна со значительным христианским населением, где христиан примерно столько же, сколько мусульман. Это страна Ливан, это страна Тира и Сидона. «Пошлю моро кровопролитие на его улице, будут среди него падать убитые мечом, что будут разить его отовсюду, и тогда будут знать, что я Господь». «Не будет пред для дома Израилева острого терновника и болезненных колючек, презирающих его соседей, и будут знать, что я владыка Господь». Ну, про ОМОН, Муав, там уже говорилось несколько глав назад гораздо более подробно, но финикийцы тоже могут быть такими надменными насмешниками над бедствиями Израиля. «Так, говорит ладыка Господь, когда я соберу дом Израилев от народов, среди которых они были рассеяны, тогда пред глазами всех народов явлю на них мою святость, и будут они жить на своей земле, которую я дал слуге моему Иакову. Будут на ней жить в безопасности, построят дома и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, когда я произведу суд над всеми соседями, кто презирал их, и будут знать, что я Господь их Бог». Ну, вот этим завершается эта длинная часть книги, где говорится о пророчествах против сначала Иерусалима, потом других народов, и в следующей главе мы прочитаем про еще одно пророчество, в другое время произнесенное, уже совсем в другой адрес и по немножко другому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok